Мы побывали на диспуте, где спасительнее монастырь или семья, в котором участвовали епископ Феоктист Игумнов и миссионер Сергей Комаров. Мероприятие проводил Сретенский монастырь 14 апреля 2022 года. Пустынь не спасает, постынь не спасает. Прекрасный имя Макарий тоже, оказывается, не делает человека автоматически высоким спасенным. Но все равно, если бы Антоний не ушел в монахи, он не стал бы Антонием. Это все-таки очень важный выбор, который предопределяет всю жизнь человека и влияет на его спасение, так или иначе. Тема выбора между семьей и монастырем очень популярна среди православной молодежи и в христианских клубах знакомств. И поэтому мы, семьеведы-любители, независимые православные блогеры и авторы проекта «Как создать семью и что потом с ней делать», Присоединяемся к этому диспуту и предлагаем свои исследования на эту тему. Выдернули цитаты из апостола Павла и вставили ее в свою речь. Нам сразу бросилось в глаза, что участники диспута совершили очень распространенную ошибку и не определились терминологией и понятиями. То есть, что считать монашеством, что считать семьей, и что считать спасительностью и душеполезностью. Потому что каждый автор, писавший про монашество, писал про то монашество, которое известно ему. А писавший про семью, писал о своей семье и о семьях своих знакомых. А монашество времен первого христианства и монашество времен Средневековья отличаются друг от друга очень сильно. А современное официальное и неофициальное монашество еще более разнообразно. Вот я учился в Николоперервенском монастыре, где длинные службы по монастырскому чину, строгий устав, но официально это не монастырь. Настоятель протеерей из белого духовенства. Зато я училась в Законоспасском монастыре и там богослужение, как в обычном приходском храме, но настоятель из черного духовенства и это официально монастырь. А с семьей еще интереснее. Семья это ячейка общества, коллектив родственников, живущих вместе и ведущих общее хозяйство. Поэтому взрослый сын, живущий с пожилой мамой и мать-одиночка, живущая с малолетним ребенком, это тоже семья. Но именно такие люди больше всего говорят о желании создать семью для души спасения. Потому что путают понятия брак и семья. Про критерии душеполезности и душеспасения тоже ничего не было согласовано. Говорилось про некие субъективные трудности, связанные с бытом и отношениями в коллективе, которые очень сильно зависят от человека. У меня есть знакомая матушка, которая не смогла ужиться с родственниками мужа и семья распалась. Зато она нашла подход к игумене монастыря и очень неплохо живет в монастыре. И может быть, сама скоро будет игуменей. А я, когда пыталась жить в монастыре, на меня все орали, меня не пускали в храм, меня не исповедовали, не причали. А с мужем и со свекровью у меня хорошие отношения и я счастлива в браке. С одной стороны, если мы посмотрим на жизнь святых отцов, они все монахи, они своим выбором показали, да, то, что одинокая жизнь ради Господа как будто бы выше. Хотя есть объективный критерий. Души спасительнее – это ближе к христианскому вероучению и к христианским религиозным обрядам, и дальше от языческих суеверий и от языческих религиозных обрядов. В любых древних монастырях и даже у монахов-пустынников со склонностью в орианство этот критерий исполнялся. Потому что тогда было традиционное общество, а это значит копирование жизни предков из поколения в поколение. А предки взаимодействовали с природными стихиями и друг с другом через языческие обряды и суеверия. И крещение в традиционном обществе воспринималось как один из многих обрядов, которые нужно сделать, чтобы все было хорошо. И все христианские обряды активно разбавлялись языческими примесями. А древний монастырь изначально построен на христианских обрядах и на изучении христианского вероучения. И потом в христианских монастырях начали возникать уже христианские, а не языческие традиции. Поэтому уход в монастырь из традиционного общества это именно уход от их пережитков, язычества, в общество с изначально христианскими традициями. А сейчас нет традиционного общества. Сейчас свобода совести и свобода вероисповедания. Каждый живет так, как считает правильным. Поэтому тот, кто сейчас стремится уйти от мира в монастырь, убегает не от объективного языческого общества, а от своих субъективных амбиций. Итого, мы считаем, что постановка вопроса, что спасительнее, монастырь или семья, морально устарела, так как современное общество более сложное и разнообразное, чем было во времена написания вероучительной и аскетической литературы. Вопрос надо ставить иначе. Какие типичные проявления семейной жизни и какие типичные проявления монастырской жизни? Душеполезные, а какие душевредные? И как уменьшить вред от душевредных факторов и увеличить пользу от душеполезных факторов? С учетом того, что в каждом конкретном случае свой набор душевредных и душеполезных факторов. И все эти факторы в каждом конкретном случае проявлены в разной мере. Подписывайтесь на нас и задавайте нам вопросы на тему, как создать семью и что потом с ней делать. На самые интересные вопросы мы ответим на странице нашего ресурса. До свидания! Спасибо за внимание!